Каждый человек в этом мире соприкасается с временем. Время иногда очень сильно сгущается и ставит человека перед трудностями. Каждый человек, даже тот, который занимается духовной практикой, обязательно будет сталкиваться с этими трудностями. Но отношение к ним будет разное. Если бы то, что у меня произошло за последние три месяца, которые вот я сейчас, с сегодняшнего дня, у меня идет тяжелый период сейчас, я бы очень сильно пострадал, если бы я не знал, как правильно относиться к этому. То есть если бы я не молился, если бы я не занимался духовной практикой, я бы сильно подорвалась и мое здоровье, и моя возможность ездить, лекции читать. Понимаете? Но так как я все это делаю, мне просто стало тяжелее, и все. Не было никакого надрыва, надлома, я не сломался, жизнь моя не была уничтожена. Хотя испытаний было много. Каждый человек будет соприкасаться с временем. Если вы почувствовали, как вот эта девушка, влияние времени на себе, вы испугаетесь обязательно. Вам станет страшно, тяжело и больно. Вы просто вспомните то, что я вам сказал сегодня на лекции. Человек живет в памяти. Если вы просто включаете духовную музыку, сильную молитву, которая вам нравится, вас вдохновляет. Не важно какой веры. Но если у вас есть своя вера, только своей. Если нет веры к любой, включайте и слушайте тех, кто молится, и вместе с ними начинайте молиться, читать молитву в своей вере. Самое главное, чтобы вы помнили о том, как они молятся, и в этой памяти постепенно забыли о своем событии. Не бойтесь о нем забывать. Это не предательство. Вам надо просто забыть о том, как вам больно. Вам надо отвлечься от своей боли, от себя. Вам надо вспомнить о тех, кто молится, и молиться вместе с ними. Потом, когда вам станет чуть-чуть полегче, переключитесь на свой алтарь. Там стоят изображения святых. Или так, как вам порекомендовали сделать алтарь в старшей духовной вашей вере. И когда вы увидите свой алтарь, потом опять слушайте тех, кто молится, и клайтесь, отдавайте это все алтарю. Вот это счастье, которое вы чувствуете. Потом постепенно вы пройдете три стадии. Первая стадия. Вы будете чувствовать сильно, как молиться, и вместе с ними повторять, вам станет как-то спокойно. Потом на второй стадии вы почувствуете, что вы можете опираться на тех, кто молится, и вам станет сильно внутри себя. Вы даже по-другому молиться начнете, у вас город громче станет, четче, радостнее. То есть вы такие, у вас появится энтузиазм, несмотря на то, что в сердце там разруха от того, что происходит, от события. Не лезьте в свое сердце в это время, не нужно туда лезть. На третьей стадии вы думаете об алтаре, молитесь, молитесь, слушаете голос, и в какой-то момент вы начинаете чувствовать, что несмотря на то, что там в сердце очень плохо, параллельно, как будто двери в ваше сердце раскрываются, и туда вместе с тем, что там плохо, заходит что-то хорошее, и это плохо оттесняет. Вот это то, что девушка сказала, она это почувствовала. Вот там плохо, а параллельно что-то зашло хорошее, и это плохо как-то раз, и сдвинулось с места. А она думала, что этого никогда не произойдет. А потом, если вы сможете дальше слушать и молиться, пройдет, может быть, пару недель, и ваше ощущение, что это плохо, оно полностью растворится. Это значит, что вы первую стадию победили свою судьбу в своем сердце. Первая стадия прошла успешно. Вот смотрите, допустим, вас бросает ваш муж, допустим, да, несправедливость страшная, то есть вы для него жили всю жизнь, вы у вас общие дети, вы его любите, вы для него все сделали, делали в жизни как надо, вы никогда его не предавали, никогда не подводили, вы всегда делали все так, как ему хорошо, чтобы было. И он приходит к вам, говорит, я полюбил другую, я тебя бросаю, все, и уходит. Все, время постучалось в ваш дом, открыла дверь и сказала, вот теперь учись жизни, в сердце разруха, жить не хочу, и не знаю, что мне дальше делать. Если я его буду звать назад, он скажет, ты слабая, что ты меня зовешь, значит, ты и сама виновата. А если я скажу, иди отсюда, он скажет, ну, спасибо, я так и хотел. Что мне делать, его звать или выгонять, что мне сейчас делать с ним? А с ним ничего делать не надо, потому что он находится под влиянием времени, он как зомби в это время. Ему ничего не скажешь, ничего не сделаешь с ним, он просто находится, как робот действует, понимаете, под влиянием твоей судьбы. Просто садись и молись, ничего никому не надо говорить, что дальше происходит. Несмотря на то, что твой муж от тебя уходит, ты это видишь, у тебя в сердце становится спокойно. Первый парадокс. Ты чувствуешь, что все будет хорошо, несмотря на то, что он тебе говорит, я уже подал на развод. Бумажки не имеют никакого значения в судьбе вообще, это ноль. Слушайте дальше, что произойдет. Вы молитесь дальше, слушайте голос, опираетесь на него, думаете об алтаре, кланяйтесь алтарю, служите Богу. Что дальше происходит? Следующая стадия называется влияние. До этого он вас не слышал. Приходит время, вы начинаете чувствовать, сначала чувствовать, что вы сможете ему что-то сказать. И он это услышит. Вы просто чувствовать начинаете. Но в это время не надо ему ничего говорить. А потом вы становитесь абсолютно уверены, у вас в сердце приходит уверенность. Это второе чудо, что вы сможете ему говорить правду и при этом не обижаться, не злиться, не трястись в страхе. А просто спокойно говорить правду. И когда эта вторая стадия заканчивается, вы подходите к нему, он уже собирает чемоданы, и вы ему говорите, мой хороший, у нас замечательная семья, оставайся. И при этом он закрывает чемодан и говорит, я уже принял решение, извини. И уходит. А в сердце у него остается теплое чувство. Потому что он не может запретить вам влиять на себя, когда судьба уже не запрещает. И вы ему звоните и говорите, как у тебя там дела? Он говорит, спасибо, что позвонил, я тебе так благодарен. Ты такой хороший человек вообще, я раньше этого не знал, а теперь знаю. Волитесь дальше. Следующая стадия, третья стадия, когда вы с ним уже нормально общаетесь, он живет с другой, вы с ним нормально общаетесь, и в это время у него в сердце начинаются грызть его совесть. И он вам звонит и говорит, в третьей стадии. Он вам звонит и говорит, слушай, что-то у меня какие-то проблемы, можно я приду с тобой поговорить? Он говорит, только ты меня поймешь, ты мне самый близкий человек. Объясни мне, как мне жить так, чтобы у меня совесть не грызла. Я с тобой жить не хочу, я хочу с ней жить, но мне нужно так, чтобы совесть не грызла. И вы говорите, все у тебя будет хорошо, мой хороший, все будет нормально, терпи человека, смиренно к нему относись, люби. И он уходит, ему лучше не становится, еще хуже становится. Я вам сейчас рассказываю реальную историю, не думать, что я что-то придумал. И потом там начинается разлад, человек возвращается назад, раскаивается, говорит... А, не так. Он приходит и говорит, слушай, я хочу с тобой посоветоваться еще. И потом говорит, слушай, можно я у тебя останусь, переночую, я назад не могу возвращаться, что-то мне тяжело. И он переночевал, как бы в соседней комнате, остался, потом приходит, говорит, можно я у тебя еще на день останусь? Ну, останься, нет проблем. И потом он говорит, я никуда не пойду. Но даже если бы он пошел, ей бы хуже не стало, потому что она свою судьбу уже победила. Бог уже ей припас другого на замену. Знайте в это время. Я вам точно говорю, я такие тоже вещи видел. Теперь, чтобы вы не думали, что я что-то придумал, поднимите руку, у кого так и было в жизни. Смотрите, взял три руки. Услышали, увидели, все?